Что это за 13 пунктов, которые пообещал выполнить россиянам Андрей Ермак? Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб я много раз встречал о упоминании о нем. И там непонятно, есть 12-13 пунктов, то ли 12, то ли 13, не знаю. Но в это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий. Мы вам корабли, вы нам воду вкрыть. Мы вам пленных, вы нам прямое авиасообщение. Мы вам 3 миллиарда долларов по решению суда. А вы нам... Это утопия? Да, конечно, это утопия. Ну, смотри, я точно знаю, в этом паралеке подразумевалось увольнение всех прозападных политиков. Так оно уже идет? Оно уже заканчивается. Остался один Аваков. Что скажите? В этой всей истории я бы выделил две части. Первая из них это вопрос, а мог ли Ермак, могли ли те люди, которые в команде президента Зеленского, вообще составить что-либо подобное. Ну вот какова вероятность существования подобного документа? Вот я время от времени, когда есть за что критиковать, я критикую и Ермака, и многие вещи, которые эта команда президентская озвучивает в отношении и Донбасса, и Крыма. То есть критикую за что, идеи иногда, мягко говоря, слишком странные, да? Поэтому я не исключаю, не исключаю, что дыма без огня уж так уж совсем не бывает. И, возможно, какие-то идеи в этом смысле и где-то проскакивали. Либо у Ермака, либо кто-то про Ермака говорил, либо Ермак сам кому-то что-то рассказывал. И в итоге это все куда-то вот просочилось, обыграли и все. Если некий план такого обмена, если он существует, то это абсолютно неадекватные вещи. Кстати, по поводу Крыма уже нужно вспомнить, был такой народный депутат Артеменко, да, который в США остался, во фракции Ляшко он был, потом его из фракции исключили. Тоже там обмены, аренда там на 50 лет или сколько там, были много идей. Так вот, первая часть, могли ли составить такой план? Я сомневаюсь, что такой документ был, но, возможно, какие-то обсуждения, разговоры, отдельные идеи были. Вторая часть этой ситуации заключается в том, что эту историю кто-то умышленно разгоняет. Вот если обратили внимание, он говорит, я слышал от дипломатов некоторых, от спецслужб, 13, я не видел, но я слышал, да. Идут вопрос, Гордон, да, вообще, когда на них смотрел, у меня вот впечатление визуальное, да, Ермак. Гордон, типа, говорит правду, или же так, я ему не доверяю, я смотрю на его выражение лица. Богдан, о, и я теперь, Богдан, да. А их не поймешь, два Андрея и разберись, кто Андрей, кто Ермак, кто Андрей, кто Богдан. Это, вот, а Гордон сидит, типа, да, ну, типа, я тебе верю. Вот выражение лиц, да. А вы все четыре часа посмотрели интервью? Не все, я не смотрел все. Я, честно говоря, такое нудное, скучное, я его не могу смотреть. Для меня хватает того, что вот СМИ дают какие-то нарезки, я вижу. Я, когда вот контекст ясен из того, что есть, для меня достаточно того, что я увидел. Так вот, что касается Богдана. Что он придумывает? Вопрос, можно ли ему доверять? Нет, вы смотрите, это же вопрос, кто задал? Задал Гордон. Вот откуда взял это Гордон? И этот подтверждает, да, я лично не видел, но я слышал, что есть такой план. То есть это такой манипулятивный подход.